Слава Богу, дорогая Церковь! Мы с тобой будем молиться. Проходя в Ерехон, и когда выходил он из Ерехонов с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю надежду, встал и пришел к Иисусу. Дорогие мои братья и сестры, несколько мыслей я хочу поделиться вместе с вами перед началом нашего служения. Вот такую вот историю я хочу напомнить сегодня для каждого из нас. И хочу обратить внимание на этого человека. Он сидел, он слепой, он не видел, но уши в него слышали. И вот однажды он услышал, что Иисус на заре идет рядом. И Библия говорит, он начал кричать и говорить. «Вослюблены мои братья и сестры, мы сегодня пришли в Дом Божий. Мы сегодня пришли на то место, где Иисус пребывает в своей силе и славе. И этот человек, он услышал своими ушами, там сидя, где он сидел, что где-то идет Иисус. И он начал что-то делать в жизни своей. Дорогому брату и сестру, ты сегодня пришел в Дом, где сам Иисус живет и обитает. Аллилуйя! Но как сегодня важно, дорогие мои зрители, этих всех голосов услышать тот голос Иисуса. И этот человек, у него был этот шанс, я не знаю, был бы еще у него шанс в его жизни. Но он услышал, он наслышал было Иисусе. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы также наслышаны об Иисусе. Но сегодня вопрос. Слышу ли я голос Иисуса? И перед нами это служение, братья и сестры. Я верю, Господь пришел сюда. Господь уже приготовил этот стол. И сегодня Он хочет говорить с тобою. И дальше это мысль. Когда Он кричал, Иисус остановился. И повелел привезти Его сюда. И подошли к Нему люди и сказали, Все, вставай, иди, зовет тебя. Дорогому брату и сестру, когда Господь сегодня начнет звать тебя, чтобы ты сегодня услышал этот голос. И Он встал и нечто сделал еще в жизни своей. Он сбросил с себя верхнюю одежду и пришел к Иисусу. Для того, чтобы, братья и сестры, прийти к Иисусу, нам необходимо нечто сделать в нашей жизни. Этот человек скинул с себя эту верхнюю одежду, грязную одежду, чтобы, знаете, в каком-то виде хотя бы достойном прийти перед Иисусом. И сегодня перед нами, братья и сестры, это служение. Когда сегодня ты услышишь голос Его, чтобы ты сегодня знал, я не знаю, нуждаешься ли ты в этом, хочешь ли ты услышать голос, хочешь ли ты увидеть Иисуса в своей жизни. Но этот человек, он очень сильно хотел увидеть Иисуса. И когда он услышал, что он рядом идет, а сегодня, дорогой мой друг, брат и сестра, он пришел сюда. Он рядом возле тебя. И он сегодня хочет иметь общение с тобой. И он говорит, приведите мне его. И он встал и пошел. Снял с себя. Сними с себя, дорогой мой брат и сестра, то, что может мешать тебе соприкоснуться с Иисусом. И в этой первой молитве сними с себя все то, что мешает тебе. Ему мешала эта верхняя одежда. Он взял ее, сбросил и пошел. Возлюбленные мои братья и сестры, и да благословит нас Господь, чтобы мы слышали голос Его и не пропустили в своей жизни. А Ему за все. Да пусть будет слава и хвала. Проглавляем коллеги. Слава нашему Богу, что мы сегодня в доме Его можем пославить в отличное Его святое имя. И первый кин говорит ей слова «Нет на свете красоты, без Тебя мой Бог. Ты меня освободил, Ты подарил мне любовь». Без Тебя мой Бог, ты меня освободил, покорил любовь. Покорил любовь. Я в молитве пред Тобой, руки вас несу. Я хочу Тебе сказать, как Тебя люблю. Я люблю. Я люблю Тебя, Иисус. Люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, и живы хочу Тебе с каждым днём моего, Чтобы сердце моего ты коснул со мной, нежный голос в тишине, Я услышу вновь от промене слов Твоих мудрости и любовь. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. В моей жизни каждый мир, в любви Твоей, Держишь Ты меня, Господь, рукой своей, В свете утренней цари, и в лечении мне, буду петь я, любви. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Аллилуйя, Господь, я люблю Тебя, Творец, Богу, к небу и земли. Славлю величаю Твое святое имя, Господь. Лишь Ты единый Твое снастой, ой, похоронение, Господь. Ты никогда не предашь меня, Ты никогда не продавал меня. В тревожные дни Ты никогда не оставлял меня. Никто не вырвет меня из Твоей руки. Потому что Твоя любовь, она держит меня, она ведет меня. Знаете, хоть какие-то трудности бывают в жизни человека, да? Но Господь Богом остается Богом. Бог, Он не меняется. И в любой ситуации, в которой ты проходишь в жизни, Господь Он с тобою, Он тебя проведет. Ты никогда не предашь меня, В тревожные дни не оставишь меня. Не выбьет никто из Твоей руки. Все потому, что Ты любишь меня. Страшен, что пребываешь со мной. Силы даешь, пути домой. Плачешь со мной, если грянет беда. Все потому, что Ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Если в душе забываю тебя, Моришься Ты, но не ночь за меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Все потому, что Ты любишь меня. Сердце мое славит Тебя. Руки Твои, себя даю, Все потому, что Тебя я люблю. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной. Рядом Иисус со мной, Потому что Ты любишь меня. Господь, мы Тебя благодарим. Приветствую Вас, братья и сестры. Наши друзья. Мы любим Вас. И мне приятно, когда я бываю у Вас. Мы уже давно знакомы. Мы Вас посетили с центра города Инкла. Мы уже знакомы. У нас сейчас на программе 12 человек. Четыре труженика. И еще у нас есть такой, как второй этап. Адаптация. Где люди, которые закончили программу, Они там живут. Там шесть человек. Я хотел бы сказать Вам сначала о нашей нужде. Хотел поделиться кратким словом. У нас сейчас там проект такой, что когда мы приобрели тот участок, там был как один из зданий, как барн. Не знаю как сказать, хлеб или сарай. Его прежний хозяин уже начал переделывать в жилье. Но там он делал неправильно. И там пошла плесень. Начало цвести. А там живут люди. И мы хотим сейчас сделать такой ремонт, чтобы там была и вентиляция. И чтобы удалить все этот грибок, потому что мы знаем, что оно вредно для здоровья, то мы сейчас посещаем церкви с целью, чтобы нам собрать средства, чтобы нам этот проект сделать. То вот такая у вас нужда. И хотел бы поделиться словом, знакомым всем нам. Матфея 11, 28. Иисус сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня. Ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо Иго Мое благо, и время Мое легко». Здесь он говорит о том, говорит, чтобы пришли все труждающиеся и обремененные. Труждающийся человек – это человек трудящийся. Он труждает, чем-то занимается. И, конечно, мы не говорим о тех, которые трудятся для Господа. Это благодать Его, силу Его, потому что мы знаем, что такие люди не обременяются. А почему человек труждается? Говорят, что труждающиеся и обремененные. Когда человек труждается, говорится о том, например, когда человек пытается разбогатеть, он гонится за богатством, и он постоянно находится в этом труде. И чем больше он туда стремится, трудится, трудится, и он начинает обременяться, человеку становится очень тяжело, потому что это неестественно для духовного человека. И такое же самое может происходить и с верящими людьми, труждающимися обремененными. Как Иисус говорил фарисеям, что вы налагаете на людей племена неудобно носимые. Это когда мы интерпретируем Писание не так, как оно говорит, и мы пытаемся сжить и строить отношения с Богом, пребывать как-то в церкви, трудиться, но основание не является истиной. И когда мы так стараемся, стараемся, трудимся, трудимся, труждающим, и в конце обременяемся, потому что видим, что просто не получается. И написано в Библии, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. То вот эти все труды, то неправильное понимание Писания, или человек может и работает, как говорится, на дырявый кошелек. Есть люди, что просто собирают вещи, как я знаю, бывало, многие приехали в Америку по Гудвиллам, понакупляли вещей, завалено, там уже не пройти, и оно уже превращается в бремя. Но когда человек не знает по-другому, как поступает, то человек то, что знает, то и делает, и считается правильным, считает это правильным, но в конце оно человека доводит до обременения. И Иисус таким говорил, чтобы они пришли к Нему, и чтобы Он успокоил их. Потому что покой успокоится, каждый человек этого желает, каждого душа человека, она желает покоя. Никто не нравится, никому не нравится, когда у них беспокойство. Еще одно паето такое, я забыл, что человек труждается и обременяется. Когда наш характер, мы знаем, каковы мы есть, мы когда находимся среди людей, мы стараемся быть хорошими в церкви и так далее. Но наш характер не меняется. И мы, года проходят, если мы не меняем наш характер, то этот поезд становится грузой, так сильно тянет нас на низ, и является таким большим бременем. Я знаю даже по себе, что есть такие черты в характере, над которыми надо работать, 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 потому что видишь, что если это не решишь, то оно будет тянуться всю жизнь, и потом оно просто будет не давать покоя. Иисус сказал, чтобы мы пришли к Нему, чтобы Он успокоил нас. И мы часто приходили к Нему, и Он успокаивал нас, и мы даже знаем, что я приду к Нему, успокоен. Но часто люди даже перестают к Нему приходить, чтобы Он их успокаивал, потому что они уже знали от опыта. Я приходил, Он меня успокоил, ну и что дальше? Опять то же самое. Прихожу в следующее воскресенье, я успокаиваюсь. Опять на работу, опять на свою жизнь, и опять я труждаюсь, обременяюсь, и опять я ищу этого покоя. Человек просто сдается. И это подобно даже было, как и женщина, которая страдала кровотечением. Она труждалась, и она в конце концов обременилась, чтобы пришла к Иисусу. И она получила исполнение и покой в своей души. И мы должны прийти к Иисусу так, чтобы, как там дальше написано, найдете покой душам вашим. Он говорит, что бы мы взяли Иго Его на себя. Иго это обозначает стать подвластным Иисусу Христу. Иисус должен стать нашим Господом в жизни нашей. Должны принять решение, что мы будем делать то, что Он хочет от нас. Я не буду искать своего. Я оставлю свои понятия. И я просто приду к Нему, чтобы, как здесь и дальше, научиться от Него. И мы знаем, что учиться бывает очень нелегко. Особенно переучиться каким-то привычкам, чтобы научиться новому, можно сказать, характеру. Он сказал, научитесь от Меня. Потому что закон пришел через Моисея, благодать через Иисуса Христа. Мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. Иисус Христос хочет из нас что-то сотворить. Он хочет сделать нас сосудами. Он хочет, чтобы мы были этим новым творением. Чтобы мы были в Его уделе. Это наше обременение, оно просто результат тому, чему мы научились. Что мы приняли. Какие-то советы. Какие-то голосы. Может, есть и голос Духа Святого. А есть отец лжи, который может нам наговорить. Можно поверить в эту ложь. Если я хочу найти себе какого-то спокойства, покоя, люди начинают не с правильного. Они думают, что если я выучусь, я буду иметь хорошую работу, буду зарабатывать большие деньги, тогда я буду спокойный. Я не против, чтобы мы учились, но чтобы было все на своем месте. Чтобы, как мудрые строители, строили основанием, было камень, который есть в Христос, истина. Чтобы вы были слушающими и исполняющими. И Павел говорил, что подражайте мне, как я Христу. Вот некоторые требования, которые, чтобы нам научиться. Например, написано. Если кто приходит ко мне и не возглавит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том, в самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Иисус говорит в конечном, чтобы мы нашли покой души в нашем, вот такие требования. Даже возненавидеть свою жизнь, взять свой крест, и дальше. Так всякий из вас, кто не отречится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Если даже у нас иногда не будет получаться, это не значит, что надо сдаваться. Самое главное, чтобы мы всегда учились. Потому что мы будем всегда учиться или хорошему, или плохому. Если у нас не будет прогресса, то у нас будет регресс. И дальше он говорил, что ибо я кроток и смирен сердцем. Люди просто имеют представление о Боге таким. Многие люди, что он просто хочет мне сказать, что я должен делать, а если я не сделаю, он готов меня наказать и все. И вот такое представление. Но оно не так. Иисус говорил, что ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иисус не пришел, чтобы судить мир. И еще в Иисусе написано, что трость тела отломленный не переломит, и льна курящего не угасит, будет разводить суд поистине. Еще в Иисусе написано, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть рабом Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти Христной. Вот это Иисус, Он знает, что такое смирение. Он сам, написано, научился послушанию, Он учился и послушанию, но Он смирил себя. Для того, чтобы умереть, воскреснуть и спасать Духа Святого, которым Он сможет нас учить. А мы знаем, что Дух Святой, Он подобный голубю, Он нежный. Иисус Христос готов с каждым из нас работать. Он кроток и смирен сердцем. И написано еще, что вера вселится Христу в сердца ваши. Когда мы учимся от Христа, мы научимся от Него, как Он поступал, мы видим пример из Писания, как написано, что Он, сжалившись, прослезился. Мы видим, как Он поступал. Когда мы научимся от Него, мы будем поступать, как Он. Мы научимся и прощению, и смирению. И найдем покой души в нашем салме. Салмопея говорит, что только в Боге успокаивается душа моя. Еще в Галатаме 5.22 написано, Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда мы будем становиться подобными Иисусу Христу, у нас вот такие будут появляться качества. И тогда в нашей душе мы найдем покой, потому что мы уже будем поступать, как Христос, будем исполняться Богом. Он будет жить в нас. Мы доверяем Ему, если мы раньше стремились к богатству. А Он говорит, посмотрите на птиц, посмотрите на цветы. И много подобных мест есть. Господь поможет не к мне, что сделает мне человек. Много обетований имеет для нас Христос, но мы должны взять Его хига на себя и научиться от Него. Чтобы мы не полагались на свой разум. Здесь еще это великое богатство. Потому что еще апостол, еще написано, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христу, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. И еще великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот эта цена, которую Христос заплатил, чтобы мы имели покой. Он сделал столько много, чтобы мы имели этот покой. И написано даже евреям, что и так, как некоторым остается войти в Него, которым прежде возвещено, не вошли в Него ни в покорность, а покой. Ибо кто вошел в покой, вот тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так, постараемся войти в покойность, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Когда мы непокорны, мы не вошли в тот покой, потому что только Бог успокаивается душа наша. И последнее, что написано, что «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Я смотрел в английском переводе, там почти все переводы говорят, что «Ибо иго мое, можно сказать, легко, и бремя мое легко». «Мое is easy, and my burden is light». Я смотрел, что имеется в виду, «Ибо иго мое легко». Потому что это легко и просто. Он сказал, что истинный грамм, кто не примет Царство Божие, как дитя, тот не войдет в Него. Имеется в виду, это легко. Это не надо что-то выдумывать, это что-то замудренное. И говорит, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты вытавил себя от мудрых и разумных, и открыл том младенцам». Вот это «Иго», оно таким образом, оно легко. И еще написано, что будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Не чистый, не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущий этим путем даже и неопытный не заблудится. То это очень просто. Мы должны прийти к Христу. И еще, что бремя, и легко. Потому что написано, что все могу, покрепляющим меня Иисусе Христе. Это не надо нам думать, что вот Бог дал мне такую задачу, любить ближнего, или делать то, или то. Это вообще для меня невозможно. Но написано, что все могу, покрепляющий меня Иисусе Христе. Нам самим не надо будет это все нести. Но он нам дает и силу, и помощь. И даже Павел написал, что «но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодатью Божию, которая со мной». Апостол Павел там пишет, что он был в стуже, там, в крушении и так далее. И чтобы остаться человеку здравым, чтобы человеку еще быть таким твердым, это невозможно, как только благодатью Божией. Бог призывает нас к великому. Мы часто себя ограничаем, ища покоя, и просто навлекаем на себя больше времен и проблем. А все, что требуется от нас, это просто сделать этот шаг веры. Прийти к Христу, поверить, что Он имеет намерение нас во благо, а не во злое, чтобы дать нам будущность и надежду. Взять Его игорь на нас, чтобы быть подвластным Ему, отвергнуть себя, чтобы Он был нашим Господом, чтобы Он мог учить нас, чтобы мы не были упорными, упрямыми, непокорными, как израильтяне блуждали в пустыне 40 лет и так и не научились, но упали мертвыми в пустыне. Это Божья воля для каждого из нас, чтобы мы поистину нашли покой душам нашим, чтобы мы не приходили на собрания и просто просили, О Боже, успокой меня и опять возвращаться в старую жизнь. Наше мышление должно поменяться. Как мы видим Бога, что Он требует от нас, чтобы там, как написано, что вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, Бога моего над тобою. И вот именно в этом находим покой душам нашим, когда мы знаем, мы ходим пред Богом и Око Его над нами. И вот это истинный тот покой, который Христос предлагает каждому из нас и желает, чтобы мы Его имели. И это благословит нас Бог, чтобы мы разумели, чтобы нашли этот покой, чтобы научились Его, чтобы мы принимали истину, и чтобы строили на камне. Давайте помолимся. Иисус не ворвется. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему. Откровение 3 глава. Есть тот, кто насильно врывается к людям. Он правил приличий не соблюдает. Стучаться он вежливо в сердце не будет. Он двери привычно ногой открывает. Не спросит у вас никогда разрешения. Не станет за наглость свою извиняться. Ворвется и скажет «Мои здесь владенья!» А после велик, как царю, подчиняться. Он знаки расставит, очертит границы. Для сердца напишет в своем законе. И стены воздвигнет вокруг из гранита Хозяином властным на троне вас сядет. Не скажете, что не имеет он права. К вам будет приставлено демонов свита. И дьявол заставит служить вас исправно. Хотите вы этого или не хотите. Иисус Никогда Не ворвется К вам силой, Не в правила Божьих Врываться Без стука. Он хочет, Чтоб сердце Само дверь Открыло И Господа Жизни Пустило Как друга. Он вежливо Дом ваш Сердечный Стучится Желает Войти Но Стоится Порогом Пусть сердце Услышит И пусть Согласится Не бойтесь И дверь Распахните Пред Богом Войдет он И сердце Наполнится Светом И станет Тепло Хорошо И спокойно Вы будете Божьей Любовью Согреты Вы скажете Господи Счастье Какое И с радостью Сердце Христу Починится И место Уступит Иисусу На троне Он знаки Расставит Очертит Границы На сердце Напишет Свои Законы Законы Любви И принять Их Нетрудно Преклоните Вы Добровольно Колени И ангелы Будут Хранить Вас Повсюду Как сладко У Господа Быть Починение И сердце Векой И сердце Не тесно И сердце Не страшно И сердце Не больно И в сердце Свободы Прекрасные Песни Но вы Вы Открыли Христу Сердце Ваше Вы Слышали Стука А он Вам Стучится Прислушайтесь Это Господь Спаситель Пусть Сердце Услышит И пусть Согласится Впустите Иисуса Вы Дверь Распахните Аминь Слава Богу Дорогие Друзья Сердечно Приветствую Вас Перед тем Как мы Совершим Спорт Я напомню Один Стих Из 2 Коринфян 8 глава 9 стих Сегодня Его брат Уже напомнил Передо мной Очень глубокий Интересный Ибо Вы знаете Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Что Он Будучи Богат Обнищал Ради Вас Дабы Вы Обогатились Его Богатством Кто Внимательно Слушает В этом Зале И Следит За Текстом Должны Меня Сразу Поправить Брат Ты Еще раз Читаю Дабы Вы Обогатились Его Нищатой Друзья И в этом Есть Какой-то Определенный Замысел И даже Толчок К нашему Размышлению Обогащает Вообще-то Богатство Нищета Не обогащает Но Мы Проникаемся Священным Писанием И Пытаемся Понять Что В этом Есть Какая-то Благодать Есть Духовные Законы Что То Что Дано Избытка Оно Ничего Не Производит Поделиться Хлебом Например Который У нас в коридоре Лежит хлеб Очень хороший Я даже Вчера Ел И вы можете Обязательно Взять его Когда Будете Возвращаться Дом Но об этом Еще похоже Вот То Это все Нужно Этим Хлебом Поделиться Ничего Не стоит Ничего Не стоит Ничего Не стоит Но Когда мы Что-то В движении Нашего Сердца Делаем Нечто Большее Что Нам Чего-то Стоит Как Иисус Он Зашел С неба Оставил Славу Оставил Почесть И Принял Все Смирение Все Унижение Страдания В дальнейшем Смерть Он Обнищал Ради нас То это Производит Огромное Движение В этом Видно И раскрывается Любовь Божья Большей Жертвой Поэтому Пусть Пусть Наши Сердца Будут Открыты Для Служения Господу Пусть Соним На наши Ноги И С радостью Будем Петь Песню И Жертвовать По имя Господа Аминь Аминь Пусть Аминь 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 Продолжение следует... 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 Вы знаете, этот мир, он полон соблазнов Этот мир полон такой красоты, что эта красота увлечет с маленького, с дитя до самого старшего человека Он имеет все, чтобы ваш взгляд отвести от Господа и направить на этот мир Он покажет вам все и ослепит вас Я бы хотел прочитать одно местописание И посмотрел я, и обратил сердце мое, и обратил сердце мое в половину этого стишка Вы знаете, когда смотрит человек и долго смотрит в этот мир, то туда направляется и сердце его Я бы хотел еще одно местописание Вы знаете, Сатанан, он направляя ваш взгляд в этот мир Он желает, чтобы вас вывести из подохраны Господа Он хочет, чтобы вы оставили церковь Церковь это сила Божия Церковь это там, где вы имеете защиту Господа Иисуса Христа Я бы хотел прочитать второе местописание Это будет Бытие 34 глава 1 и 2 стишок Дина, дочь Ли, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той И увидел ее Сихем, сын Ямара и Вянина, князя земли той И взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие Дорогие братья и сестры, цель Сатаны вывести с народа Божьего вас Для того, чтобы, понимаете, защиты нет над вас И он видит, он видит тех людей, которых сердце направлено в этот мир Потому что он ищет, он не ищет тех людей, которые уже в этом мире Он ищет детей Божьих, чтобы их увлечь и надругаться над ними И украсть ту святость и чистоту, которую дарует Христос Я бы хотел прочитать еще одно местописание Это будет 1 Царство, 12 глава, 20 стих Вы знаете, даже если человек допускает ошибку, делает грех То тут написаны такие слова И отвечал самую народу Не бойся, грех этот вами сделан Но вы не отступайте только от Господа И служите Господу всем сердцем вашим Вы знаете, у нас есть Господь Он вознес все грехи наши надрело Он искупил нас кровью своей святой И мы имеем право прийти до Господа и сказать Господи, прости, омой и освяти Дорогие братья и сестры Я, будучи увлечен этим миром Я ушел от Господа И окружили меня и друзья И обстоятельства хорошие И все так весело И Он укреп меня от Господа И приходят такие ситуации, когда может трудности Когда Он предлагает тебе, чтобы заблужить эти трудности алкоголем Или каким-то весельем Или какой-то зависимостью То я был увлечен той зависимостью И это было примерно 10 лет Я был в зависимости и больше То пришло время, слава Господу Что я как-то сидел дома И во мне было такое состояние души Что я понял, что я раб И я не могу ничего сделать Как бы я ни пытался И не мог ничего сделать Я раб И я не мог сказать слово Потому что грехи И жизнь моя, она зашила мои уста Чтобы обойтись в Господу И сердце мое было каменное И этот грех, Он принес боль Не только в мою жизнь Но в жизнь моих родителей И в моих братьях Моих сестер Он не дал только седые волосы на моей голове Но и на седые волосы на моих родителей Это большие переживания Это слезы Это горе, печаль Это печаль Дорогие братья и сестры Я осознав эту зависимость Это рабство Я не мог говорить Я просто плакал В моей душе было осознание Что я ничего не могу И было такое сожаление Что я оставил Господа Что ушел Мне сделал тот неправильный выбор Что не пришел до Господа И не показался И сказал Господи прости Но пошел и в этот мир И вы знаете Бог начал свою работу В моем сердце Пришло то осознание Отступления от Господа И Бог начал работать Бог сказал слово спасения И начала работа Идти в жизни моей Я работал на конструкции Никто просто попал Человек молодой верующий И это буквально В течение двух недель Мы так сработались И сдружились чуть-чуть И у него была одна машина На всю семью И было трое человек в семье И он как-то позвонил мне И говорил Слушай, Миша Ты можешь меня завести В служение В опармин В домашнее служение Я говорю Конечно Нет проблем Повез его И там буквально Как отсюда До того угла Прям Опармин На первом этаже Он говорит Не хочешь Я тебя привожу Пошли на служение Я захожу на служение Мы Бабушки Сестры Братья Все преклонные года Становимся молиться Встали на колени И Бог Приходит И говорит Назвать тебя Сыном Называй Ты думаешь Что ты сюда пришел Это я тебя сюда привожу Чтобы сказать Что я люблю тебя Слава И вы знаете После этого служения Он говорил Мне Открой Свои уста Знаете Ну было столько греха Что я не мог их открыть И я вышел И такое пришло Жесточение В сердце мое И Прошло время И Приходит сестра И говорит Тебе было Второе Откровение Ну пророчество Тебе говорит Что лукавый Опутал тебя И твоя жизнь На ниточке Она уже надрезанная Вы знаете Слава Иисусу За Духа Святого Потому что Я был Кстати Причем еще в детстве Духом Святым И Буквально Приходила ночь И я слышал Молитву Святого Духа Непростую молитву Молитву Ходотайственную Я заходил Посмотреть в отца Комнату Думал Он молится Так Нет Отец спал Спустался на них Думал Мать молится Нет И мать спала Но я слышал Голос Духа Святого Который Ходотайственную Каждый вечер Каждый вечер Я знаю Это был Ходотайственную Аллилуйя Слава Иисусу Слава Иисусу Вы знаете И пришло Ко мне Ну такое вот Желание Пришла сестра И говорит Слушай Может Ты поедешь В центр Я говорю Ну такое Знаете Как бы Желание Хорошо Я поеду И оно быстро Все когда услышали Что я сказал Что я поеду Все удивились И быстро Отправились Уплаковали меня Посадили на самолет Братья мне Встретились Здесь Уфридом Я приехал Ну Все принял Переболел Недели две Пока начал Подниматься наверх Там где проводились Байбл стадии Пели песни Вы знаете Дух Святой Начал работать В моем сердце Каждый псалом Каждое слово Каждый псалом Я по чуть-чуть Открывал свои уста Начал петь То слово Оно проникало До глубины души Духа И оно действовало В сердце моем И вы знаете Пришло решение Что нужно каяться Нужно каяться Я призвал Боговец Говорил Тимофей Говорю Тимофей Звони Пусть я приезжаю Пасторя Хочу каяться Хочу исповедоваться Слава Иисусу Приехал Игорь Я покаялся Исповедовались Молитва была совершена И Бог начал работать Я верю Кровь Иисуса Христа Намыла меня От всякого греха Но За эту жизнь За эти года Которые я принимал Наркотики Эта грязь Она остается И почему Как-то я шел С баней домой И там собака Бегет постоянно И шел И он на меня Так кинулся И я покаялся Но эти слова Грязные Они сами Вылетали от меня И я понял Надо это Само Грязь вылетает И в один день Приехала к нам К нам приезжает Бабушка Одна и дедушка Я не знаю Их не меня Я знаю Бабушка И дедушка Вот бабушку Я один раз видел Она приехала И я как раз проходил Возле фермы И она мне говорит Так ты Иди сюда Взяла меня Поставила меня В огород Дала мне вилы И сказала Вот Работай Будешь ответственный За огород Ну и все Я стоял Остался с этими вилами Ну что Приходит Славик Славик лидер Нашего-то Или сейчас Он приходит Говорит Ну что Миша Вот Твое сердце Огород Это твое сердце Работай с ним Это было Март Когда еще Малину надо было Подрезать И я так это Принял к сердцу И начал работать Ну Молиться Каждый раз Когда подрезал Я говорил Господи Очищай меня Освещай Ты видишь Каждую Очищай Освещай Рвал травой Текучий Собирал Выносил За ферму Выкидывал За дерево Остановился Плакал Дух Святой Работал в моем сердце Каждую траву Я вырывал И говорю Господи Вырывайте грехи Из моего сердца Вырывай эту нечистоту Молился И молился И вы знаете Приходит такое чувство Что чисто вроде Чисто И Я скажу Одну историю Когда Была такая Тяжесть На сердце Была такая Тяжесть На сердце Я прям От дома У нас там Молительная комната Есть Прям буквально Метров 50 Недалеко И я пока шел До дома Это тяжесть У меня все Больше и больше Слезы набирались Мне так хотелось Прийти в эту комнату И просто Выплакаться Я только закрыл Дверь Встал на колени И начал Плакать Господу И вы знаете Такое Как бы Посмотреть Как бы С Божьей стороны Он увидел Как дитё плачет И я засмеялся Не тот смех Который Смех для унижения Нет Смех радости И сочувствия И я засмеялся Сам себя И знаете После этого смеха У меня не было Ни тяжести Ничего Так Дух Святой Работал в моем сердце Убирал всякую тяжесть Которая Меня томила Слава Господу Вы знаете Закончив на огороде Я шел Как-то у нас Время рабочее Заканчивалось Потому что И шел в дом Там оставалось Немного Я старался так Сделать работу И чтобы больше Будь искренним Ходил И спрашивал Есть что-то еще Чтобы поработать Знаете Все делал от сердца И я вижу Там Славик Работает на крыше И говорю Славик Тебе нужна помощь Он как раз там Мок там шкарябал И говорю Он говорит Да конечно Я так посмотрел Прикинул Ну на полчаса Там чуть-чуть работы Хватит Я залез Я залез на крыше С одной стороны Там полчаса А с другой стороны Два и три дня Вы знаете И слава Иисусу Бог знает Куда посылать И я так начал Когда чистил это И мысли И молился И просил Господи Очищай меня Очищай мысли мои Очищай Потому что мысли Они Все это память Это В душе все Оно остается Но Господь Силенно освобождает И очищает Слава Иисусу Вы знаете Когда я так молился Один день Второй день И когда закончил Славик подошел Говорит О хорошо Почаще будет так Говорит мне Конечно почаще Надо очищаться Каждый раз Потому что мир Он грязен И мы иногда Посмотрим Да Вы знаете Читая Слово Божие Насчет мыслей Читая Слово Господа Божие Бог водил меня Духом Святым По Слову Божию С одного Местописания На другого С одного Местописания На другого И вы знаете Пришел такой момент Что получил я Откровение И такое Откровение Я новый человек И мысли мы Только так Раз И не мая Они все на улице Не в голове А на улице И я видя мысли Которые идут Я говорю Кровь Христа Они были на улице Не внутри А на улице Слава Иисусу Вот что Слово Господа делает Потому что оно Живо и действенно Она Вера Которая ослаблена Она укрепляет Слава Иисусу Дорогие Братья и сестры Я бы хотел Поддержать вас Словом Божиим Потому что Вы имеете Детей И у вас Есть переживания За каждого Ребенка И вы народ Божий Мы должны Молиться Друг за друга Потому что Этот мир Он расплевает В этой похоти И как написано В местописании Что от умножения Беззакония Во многих Охладеет любовь То пускай Наши молитвы будут За народ Божий За детей Народа Божьего Для того Чтобы любовь Иисуса Христа Она возрастала В наших сердцах Чтобы мы горели Для Иисуса Христа Чтобы мысли Слово спасения Для каждой души Чтобы молились И благословляли Своих детей Потому что Они дети Не только наши Они дети Живого Бога Который умирал За нас Иисуса Христа Слава Ему Я прочитаю Одно местописание Это будет Второе царство Десятая глава Двенадцатый стих И сказал Иоав Иоав Если сирийцы Будут Одолевать меня Ты поможешь Мне А если Амонитяне Тебя будут Одолевать Я Приду К тебе На помощь Будь мужествен Да будут эти слова Для вас Будь мужествен Будем стоять Твердо За народ наш И за Города Бога нашего А Господь Сделает Что Ему угодно Будем стоять За детей наших И за детей Народа Божьего А Господь Сделает то Что Ему угодно А Господу угодно Спасать таких людей Как я Которые в заместности Которые не имеют Счастья в этой жизни Без Бога Те которые Не имеют Благословения Нас Бог призвал Для того Чтобы благословлять Нет людей В мире Чтобы благословили детей Благословляйте Своих детей Какие бы они Не были Какие бы не были Плохие Благословляйте Чтобы это благословение Когда у них придет То желание Прийти до Господа Чтобы оно Дало толчок Благословляйте Молитесь за детей Не опускайте руки Потому что Господь Он слышит вас Я хотел бы Еще одно место Писания Прочитать Это будет Исайя 43 11 12 Я Говорит Господь Через Исайю Я Я Господь И нет спасителя Кроме меня Я предрек И спас И возвестил А много Нет у вас И вы Свидетели мои Говорит Господь Что я Бог И я свидетель К тому Что Господь И Бог сильный Он спасает И выводит Со всякой ситуации Всякой зависимости Он наш Господь Сильный Еще одно место Писания Я прочитаю вам Это будет Иеремия 32 Глава 26 И 27 Стих И было Слово Господне Иеремии Это слово Ко всем нам Вот я Господь Бог святой Господь Всякой плоти Есть ли что Невозможное Для меня Нету Ничего Невозможного Для Господа Бог силен Спасать Каждую душу И Он пришел Для того Чтобы спасать Наших детей И тех людей Которые не знают Его еще Слава Тебя за то Что ты Дореваешь Спогибели И ставишь На путь Спасения Со всех братьев В центре Какая там Борьба Какая там Битва Какая работа Духа Святого Происходит В едней жизни Мы лишь Господь Свидетели Того Смешат Но мы понимаем Насколько Тяжелее И труднее Проходить Все эти этапы Но ты С ними Ты тот Радоборец Который Помогаешь И укрепляешь Наполни Они сердце Верою Стремлением к тебе желанием еще более трудиться, Господь. И ты еще покажешь, как много, может, они должны и пострадать за имя Твое, но ты еще больше прославишься в их жизни, потому что ты их не Бог и Спаситель. Амилюя тебе! Амилюя! Господь, я молю тебя, я прошу, благослови то слово, которое ты дал в сердце мою и праздну. Открой наше разумение сейчас сердечное, чтобы наше сердце было направлено в Евангелие. И вот и Духом Святым так много уже говорил в нашем собрании сегодня. И еще более будешь говорить. Но, Господь, есть только одно. Когда сердце наше открыто, и мы все слагаем внутри себя, тогда Твое Слово приносит пользу. Когда наш разум занят чем-то другим, мы тогда ожидаем 12 часов и томимся, ждем, когда уже все закончится, потому что у нас свои планы. Пожалуйста, убери от нас все, что сейчас мешает, и дай нам сосредоточиться на слушании Слова Твоего, дабы оно произвело великую работу внутри нас. Это драгоценное время, когда мы в церкви. Это драгоценное время, когда мы можем открыть Писание и углубиться в Него. Господь, это время скоро может вообще уже забраться в земле. И потому научи нас ценить этим временем. И да будет имя Твое прославлено. И Бог смеет нас на этом месте дальше. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. И так, возлюбленные мои, высветите для нас Евангелие от Иоанна, пятая глава, мы прочитаем заключительные последние, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый стих. Евангелие от Иоанна, пятая глава. Мы прочитаем с вами три заключительных стиха. Я хотел бы, чтобы они легли сегодня по слову нашей проповеди, то, о чем мы будем сегодня размышлять с вами. Первое послание Иоанна, извиняюсь, первое послание Иоанна, пятая глава, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый стих. У кого есть Библии, можете открыть, у кого нет, внимательно. Этот текст высветит нам. Я хотел бы, чтобы вы выучили эти три стиха наизусть. Итак, Иоанн пишет, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир, послушайте, весь мир, весь земной шар, все люди, которые живут на земном шаре на все шести континентах, весь мир лежит в чем? Возле. Далее Иоанн пишет, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали Бога истинного, и мы истинным Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть, то есть Иисус Христос, истинный Бог, и жизнь вечная. Двадцать первый заключительный стих. Дети. Знак воскресания. Особое обращение ко всем детям Божьим, разному возрасту, разного сословия, разного нейши, национальности, культуры. Дети. Иоанн обращается. Храните себя от идолов. Тема нашей проповеди. Что такое идол? Другими словами, есть ли у нас сегодня идолы? Давайте начнем наш обзор с такого понимания, что Бог дал нам разум. И с этим согласны все. И все понимают, что когда разума не достает, согласно Якова, допросит его у Господа. Но зачем нам разума? Вот задайте каждый лично себе вопрос. А зачем мне быть разумным? А разум иметь, это хорошо, но это еще не все. При этом важно иметь мудрость. А мудрость, это направляет то разумение, которое в тебе есть, в правильное русское. Когда вы проезжаете где-то в таких городах, как мы называем Беллорин, и видите миллионные дома, которые уже, может, не миллион стоят, а два, три, пять, десять, в первую очередь, вы вам думаете, кто здесь живет, кто купил этот дом? Наверное, вы думаете, наверное, человек богатый, а значит, мудрый, умный, который не на поле стоял в сапках и зарабатывал деньги, а где-то сидел в офисе, построил компанию. Друзья, зачем нам разум от Господа? Я скажу хромольную истину, которую мы все понимаем, но не всегда исповедуем ее. Нам разум нужен для того, чтобы классно прожить на земле, удачно прожить, легко, хорошо, уходя от всех трудностей, испытаний, проблем, как можно меньше, чтобы они приходили в нашу жизнь. Мы так считаем, нам до этого нужен раз. Мы так учим наших детей и говорим, сынок, доченька, смотри, не будешь учить английский, не будешь идти в кауч, в университи. Видишь, вот это большое здание, называется вэрхаус, там люди приходят, начинают работать с 6, в 7 утра, и работают до 4, до 5, и им хватит минимальный эндж, минимальную зарплату, 15, 16 долларов, вот это твоя доля, судьба. Чтобы ты потом не обижался ни на маму, ни на папу, мы тебе сказали, зрями, если любишь спать на 10, или если учиться не хочешь, все сидят, тебе все скучно, тебе не нравится ни кауч, ничего, а только компьютеры, и ты, и сынок, ну максимум вэрхаус для тебя. Или в другую сторону, говорит, сынок, если ты будешь учиться, если тебе будет мудрость от Господа, ты закончишь университи, у тебя будут чистые ручки, тебе не надо будет в 6 утра опять вставать, у тебя будет свой офис, кабинет, тебе будет платить много денег, и вообще-то так будет классно жить. Выбирай. И потому мы когда встречаем наших теляющих подростков, которые уже молодежь, они все хотят идти в университет. И ни один из них не говорит, Господи, благослови меня работать в эрхаусе. Я не слышал такую молитву за 15 лет в Москве. Я не говорю, что работать в эрхаусе это проклятие. Я говорю, что может надо поработать и в эрхаусе, для того, чтобы понять. Но я хочу сказать, что мы так направляем понимание наших детей, что разум нужен для того, чтобы устроить свою жизнь в быту. И вот это, и вот это самое страшное, что мы так учим. Если нам нужен разум от Господа только для того, чтобы устроить свою социальную жизнь, вы знаете, мы несчастнее всех человеков. Мы бы могли привезти в наш зал сегодня десятки, сотни людей, которые разумные за всех нас вместе взят. Мы это люди, которые идут прямой дорогой в ад. Есть в Америке сегодня люди, которые не смеялись над тем, что кто-то ездит на машине, которая работает на бензине, и этот бензин дорожает, и человек плачет, почему цена растет, ему надо ехать заправлять. Он просто на все это посмотрел и создал машину, которая от резетки заправилась и поехала. Я три дня на такой машине поездил, вот чужая, а не моя. И мне так смешно, я проезжаю возле заправки, и внутренний борт взгляд, тебе туда даже и смотреть не надо, хоть там хоть будет 10 долларов в заголовке. Тебе надо искать другую заправку. Друзья, он не стал смеяться над тем, он имел разум и что-то создал. И люди восхищаются, люди его считают богатым человеком мира и так далее. Зачем Бог дал нам разум, дает, кто просит его, в первую очередь для того, чтобы сохранить себя от этого мира. Да, это принцип номер один. Бог дает нам разумение, мудрость и способность отличать добро от зла, хорошего от другого, чтобы сохранить себя от этого мира. Потому что все, что в этом мире, оно мало того, что лежит во зле, оно заключается в твердых вещах оготь плоди, оготь очей и горде житейской. Аминь. Согласен с этим, народ Божий? Но мы в этом мире. И у нас нет такой возможности сегодня, как только нас окружило зло, мы какую-то там кнопочку нажали и на парашюте раз, поднялись, и уже километра два над землей, уже нас ничего, нас там ищут, за нами полиция гонится, а мы уже взлетели, никто не умешает, все нормально. Когда перестанут искать, тогда спущусь. Мы ходим по грешной земле, мы кушаем, питаемся воздухом, атмосфера вокруг нас, она пропитана сегодня гордостью, похотью, надмением. Бог видит в нашем сердце, что нам тяжело. Нам тяжело от греха сегодня удаляться, нам тяжело сегодня на грех наступать, сражаться с ним, бороться, это надо признать прямо. Некрасиво проповедовать против греха с капель, это легче всего, легче всего. А реально, как хотя на улицу видеть грязь, видеть мерзость, видеть нечисть, и прямо исповедовать и говорить своими устами, Господь, это мерзость, это нечисть, это безоргоние, это мерзость. Он был таким тысячу лет назад, он такой есть сегодня, не важно, где я живу, не важно, что я хожу по сетку, не важно, что я что-то вижу, я называю это так, как называют Библией. Для того, чтобы быть в таком состоянии, нужно иметь мудрость от Господа и видение. Если Бог употребляет твое сердце и разум и дает тебе эту мудрость, Бог тебе будет четко, правильно показывать. Давайте обратимся к Священному Писанию и вспомним первый пример, очень яркий. Ночь, последняя ночь Израиля в Египте. В эту самую ночь, вкушая пасхального амца, Бог народ свой выводит. 600 тысяч только мужчин выходят, а плюс еще детей и женщин, более двух с половиной миллионов людей. в одну ночь все выходят. 430 лет рабство в Египте закончилось. В одну ночь выходит в оговоре с божьем, начальником Моисея. Что происходит дальше? Когда они вышли, все хайфория, радость, мы идем в свободную землю, где течет молоко и мед, Бог пообещал для нас, с Ханаам, идем. Бог не постеснялся, открыл секрет и сказал великую правду, что Он дает народу и хочет их по своему небесному плану завести в обетованную землю за 40... Еще раз повторю мысль. Бог обещал, что свой народ, который выводит в эту ночь из Египта и ведет в Ханаам, в обетованную землю, где течет молоко и мед за 40... Вот кто прочитал, тот и сказал мне. Друзья, давайте Библию читать хотя бы раз в день. Давайте. Ну, это же нельзя так. Такое ощущение, что я что-то, знаете, где-то вычитал с какой-то газеты и говоря, вы думаете, где это он начитался? За 40 дней. И что же получилось? План Божий не сработал. Давайте будем говорить откровенно. И вместо 40 дней было тоже 40. Но нет. Что случилось? Что произошло? Объясните. Где проблема? Что Бог не так посчитал, что вместо 40 дней 40 лет? Кто виноват? Кто-то же должен быть виноват. Если ты хочешь одно и думаешь одно и об этом говоришь, оно вроде совершенно противоположное, значит где-то, как мы говорим, не состыковка. Где проблема? Если ты ее не найдешь, ты ее не сможешь решить. А если ты ее не сможешь решить, ты дальше еще больше заплутаешься. А она есть. И эта проблема была в маленьком человеческом сердце. вышли с Египта вышли с Египта, вперед, в нем. И тут исход 14 глава, 11 стих, если для нас высветят братья. мы прочитаем мы прочитаем с вами только 14-11 исход. Это когда фарон побежал за египтянами, за израильтянами, Бог ожесточил его сердце, чтобы их возвратить назад. Читаем 14-11 исход. И сказали Моисею, разве нет гробов Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами? Выведи нас, выведя нас из Египта. Это было первое звоночек, это было первое такое, знаете, уже не держание, когда начался ропот. Послушайте, пункт номер один можете записать, можете запомнить, можете не согласиться. Идол в твое сердце в твою жизнь не приходит просто так, извините, зажение с потолка, пак и упал. Для того, чтобы Идол вошел в твое сердце, тебе нужно сердце для этого подготовить, открыть, оно должно быть свободным к этому. Так вот, ропот, а ропот это уже пристав недовольства, если недовольство это более скрытое внутри человека, то ропот это уже открытое проявление, которое уже видят все. Ропот в твоей жизни это открытие сердечных дверей, твоих и моих, для того, чтобы туда пришел Идол. Вы скажете, я не вижу связи между ропотом и Идолом, не спешите, Израиля и Идолов сначала не были, только золотишком Египта собрали и с ним шли, но они не знали, что будет впереди, Идолов еще не было. Но ропот уже появился. И там интересно, если вы исследуете в Писании сначала начали на Моисея роптать, потом написано на Моисея и Иоанна начали роптать, потом начали роптать даже на народ, а далее уже написано и возроптали на Бога. Мы мудры, мы же не Израиль. Мы удивляемся, как они так не могли, видя Бога собой, днем в столбе огненном, днем в столбе облачном, ночью в столбе огненном, они до такого состояния дошли. Друзья, я хочу задать вопрос себе и всем вам. А вы думаете в наше время идолов стало меньше, чем во времена Израиля? Нет, их стало больше. Есть только одна разница между идолами, которые были в Израиле и идолами, которые сегодня есть в народе Божьем. И знаете, в чем она заключается? Это очень важно знать. Послушайте, есть только одна великая разница между идолами, которые были в Израиле, которые сегодня есть в нас, кто знает, чем она заключается? Идолы, которые были в Израиле, они были явные, открытые, то есть видимые. Остарты, дубравы, высоты, капища, они все были явные, видные, открытые, и люди, не стесняясь, даже в них ходили, и другие видели, что он идет идол. в наше же с вами время, в эпоху модернизма, в эпоху сегодня, ну, много каких прогрессов, наши идолы, они скрытые. Но скрытые, это значит, что оно есть просто невидимое для глаз. А оно есть. И потому состояние, когда идолы скрытые, но они есть, оно завуалированное состояние, и оно более опасное, чем то, которое было открыто. Там Иисус Навин мог четко поставить себя, семью и народ и сказать, выбирайте, смотрите, вот, факт на лицо, вот вы все видите. Сегодня же в наше время человек сида вон в сердце может не просто приходить на собрание, а может всю жизнь служить Богу, как это не парадоксально звучит. Израиль три месяца шел с Египта до Синая, где они стояли 11 месяцев и получали от Бога закон. Три месяца пути, но не так то много поры. За это три месяца и Бог четыре раза очень сильно испытал, проверил свой народ. Сначала были эти горькие воды, они не могли пить, Моисей сделал их зеленые. Потом недостача пищи, Господи, пошли пищи, обратно ропот, и там береговы налетели, манна было, потом была Амали битва, потом были горькие воды при Рейфадиме, четыре таких сильных испытаний. С манной там вообще чудеса. Ну ясно чутко Бог сказал, мудрые люди, дети Божьи, евреи, собирайте на сегодня, только в пятницу, последний день собирайте в два раза больше, потому что в субботу нельзя собирать. Малыш сказал, лоб, а у меня семья, шестеро детей, а если все скушает, а ночью встану три часа и скажет, папа, хотим есть, а в четверг соберу еще чуть-чуть, на пятницу было больше. с утра встаешь в воню в хате, фу, смертей, черви уже завелись за ночь, а потому что я умею. Я насобирал больше, он не насобирал, он послушался вону. На утро он встает, у него запах приятный, у меня вонь дома от моей мудрости, от моей глупости, а не мудрости. Иногда в жизни, в христиан, в семье есть, извините, за жение, духовная вонь. Жена туда, муж туда, дети, дети, что никуда, такого не может быть, что муж не в собрании, жена не в полицейском, а дети все в евангелисты и проповедники. Это нонсенс, это чудо просто. Там, наверное, бабушка с дедушкой молились сильно. Вы знаете, вонь какая-то духовная в семье, потому что кто-то мудрый. Потому что детей, естественно, учить надо деньги. Уже в 15 лет научили детям, как зарабатывать деньги. А что ты детей не научил в 15 лет, что в Библии надо читать? Что молиться нужно? Что крещение Духом Святым ему нужно в жизни, иначе он упадет и не останется с Господом? Или ты думаешь, что тебе задача, как отца, мамы, дать ребенку финансовую сторону или научить, а остальное то будет делать? А, да, я же забыл, постараюсь так, я даже их не обязанность. Конечно. Нет, это твоя обязанность, потому что, в первую очередь, ты родил это дитя. И потому, друзья, Израиль начинает буксовать. Ропот, недовольство, одно, второе, а Бог так нежно, ласково, тихонько, говорит Моисееву, там, брось дерево, воду, вода сделается сладкой, а тут в скале, скажи, а тут и ночью будут, вот налетят переплы, тут маму, вот так, скажи, им собирать, вот это действо, потом последние, в два раза больше, ну как-то так нежно, тихо, как любящий отец, так знаете, гладить тихонько, вы только три месяца идете, но, 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 не шумейте, все вам дано. И тут наступает самое страшное, переломный момент. Только три месяца пути, три месяца пути, девяносто дней, уже Божий план еще тут, сорок дней уже нет, все, три месяца, а только приходят к Синаю. И Бог вызывает Моисея, говорит, под имейском, мне ногом. Народ стоит возле Синаи, очертана линия вокруг горы, никто не имеет права подняться, восходит Моисей, получает от Бога закон. И в это время, как это не звучит парадоксально, когда Бог готовит закон для своего народа, а закон это отношение Бога к человеку и человека к Богу. Когда Бог готовит и говорит закон, то последнее, что Бог и сказал Моисею, сойди скорее к народу твоему. Он сильно распространялся. В это же самое время. Когда Моисея нема, нет, он на горе, народ подходит к корону, люди ожесточенные, злые, люди наполнены ропотом и недовольством, люди, которые, их не оценили, стелали в Египте, 430 лет, и просили выхода, они кричат, верни нас, назад там гробы, мы там хотим умирать в Египте. Вот это бунт и непокорство, это ропот и недовольство всеми, всеми, приводит к тому, что они приходят к корону и говорят, мы не знаем, что с этим человеком. Забыли, как зовут ихнего вождя. Знаете, как это не страшно звучит, иногда народ Божий забывает, как зовут Бога. Мы не знаем, что с этим человеком. И они дальше так и сказали, сделай нам Бога, который бы, чтоб шел перед нами. Народ, Арон, видя наше жестокосердие народа, поступил по слову, сказал, чтобы принесли ему все золото, и этот телец, вылетый телец стоял перед ним. Три месяца пути, четыре испытания, которые народ роптал, не выдерживал, но видел милость Божью, и как результат своего непокорства перед ними телец, золотой телец, истукан, идол, и явный, открытый на весь народ. И народ перед ним пляшет. Народу радостно, уже легко, уже не так хочется мяса, манны, а перед ними стоит уже Бог. Когда Моисей возвращается с Гры, знаменитая фраза, которую Иисус Владимир ему сказал, что какой-то, я слышу крик встанет, и Моисей отвечает, это не попри поражаемый, да, и не голос, и не голос поющих, я слышу голос поющих, это не попри поражаемый, и не крик побеждающих. И точно увидел Моисей. Я думаю, я бы порог сердца получил, разлив бы сердца получил, я бы вообще не хотел бы такую картину увидеть, потому что есть люди, очень уменительные, когда зрительная картина перед ними вырисовывается. Дальше случается то, что Моисей истребляет этого тельца, он просто его истребил, разрушил, растер, бросил воду, и написано, эту воду дал им пить. Израиль, что ты делаешь? Мы пьем своего Бога сегодня. Вы знаете, что порой от нашей мудрости без Бога, до нашей глупости и всеобщего поражения и посмеяния, один шаг, как было в одного царя, который травой питался и ползал, как животные. Прочитайте книгу Даниила. Израиль для нас очень много учит. Но я смотрю на наш 21 век сегодня, друзья, как мало мы научились. Для них не было, скажем так, большим уроком то, что одежда не рвалась, обувь не ветшала. Самое страшное было то, что всегда было желание еще какому-то Богу помолиться. еще какого-то башка себе создать и где-то к нему направить свое взор, свое внимание. Но когда Моисей пошел к Богу на гору, Бог ему говорил очень много, Бог дал ему предписания, законы, построил гускини и все. Но самое главное и важное, с чего начал Бог и сказал ему, Моисей, запиши, это будет 10 заповедей, и первый из них будет гласеть, Я есть им Бог всемогущий, Я Бог Твой. Казалось бы, все ясно, все понятно, да, только Ты один всемогущий, всесильный Бог. Но Бог тут же добавляет, послушайте, Бог ставит запятую и тут же добавляет, говорит, для нас с Вами, для рассудных людей. Да не будет пред лицем Моим. У Тебя народ Божий других Богов. Точка. Господи, зачем тебе добавлять? Мы понимаем, Ты один, всемогущий, всесильный Бог. Нет другого. Нет, нет, тебе нужно помнить и знать. Да не будет пред лицем Моим у Тебя в сердце, в разуме, в жизни, в Твоем времяпровождении. Да не будет других Богов. А что такое идол? Идол то, о чем мы думаем 24 часа в сутки. Идол то, о чем мы думаем больше, чем о нашем Господе. Идол то, что нам может так сильно нравится, хочется. Как ни странно это звучит. Я так понимаю, что вообще на всем земном шаре самое более имя произнесенное или слово произнесенное в человеческих устах должно быть имя Бог. Но в последнее время, извините, за последние полтора-два года это слово, прекрасное слово Бог, Ях, Высущий, с человеческого уст и сердца вытеснила другие два слова. COVID-19 и вакцина. Друзья, друзья, я хочу задать всем вам вопрос. Разве я имею право в своей жизни в своем сердце сидеть и думать о вакцине в день по три-четыре часа, когда я вытесняюсь сердце моего Бога? Да мне не важно, как она будет, да мне не важно, сколько людей умрет от нее. Друзья, наша жизнь идет к тому, чтобы умереть и уйти с этой земли. Но если я с утра до вечера переживаю, а как я буду лететь? Не о том ты переживаешь. Ты должен подумать, как ты будешь туда лететь, а не туда лететь. И люди с утра до вечера, дом Божий, христиане, сегодня так и слышу проповеди, которые готовят о вакцине. Серьезно? Серьезно вы так понимаете, что и кафедра, место святое, где проповедуется распятый, воскрешенный Иисус, здесь надо про вакцину проповедовать? Я хочу вообще про нее перестать говорить. Я хочу просто сказать, Господь, если ты это попустил, я больше скажу пророческим словом. То, что мы пережили в прошлом году, это еще ничего, это мы только по щекотку зашли в год. Придут времена намного страшнее. И я им в духе чувства, и Бог открыл и показал. Друзья, придут очень страшные времена, когда о собрании в церкви, о мягких стульчиках, о проповеднике. Мы будем вспоминать с такой сладостью, но это будет уже все закрыто и все невозможно. В одно мгновение не просто закроются церкви. В одно мгновение Бог и рассеет, ох, как все произойдет очень скоро и быстро, друзья, но моя мысль не о том, и я не переживаю, как это будет. И переживаю о другом, что если настанет мой момент, перейти в вечность, и я встречусь с моим Богом, не скажет ли он мне с силой, а почему в твоем сердце был идол, а почему в твоем сердце было то, что ты вот мечтал об этом, или об этом хотел, и думал только об этом, и молил меня только об этом, а не о том, о чем я тебя хотел и просил. Бог нам дал, я заканчиваю, я буду идти к заключению и проповеди. Друзья, именно влясу Бог нам дает для того, чтобы сегодня удалить всякие прихоти, всякие удалить наши ропот и недовольства. Если бы мы сегодня с вами поехали в голодную Африку, в те страны, Кения, Танзания, Намибия, в те страны, где я говорю после собрания, братья и сестры, если им не привезли в гуманитарную помощь, не раздали рис, не раздали им кукурузу, они выходят в собрание и идут домой и даже не знают, что будут кушать. Но они идут на собрание. Миссионеры свидетельствуют рассказы. Им не всякие воскресенье раздают пищу. И вот то, что раздали, тут же они и скушали. Они идут на собрание. И то у них проповедуется там, что нельзя роптать. То у нас сегодня с вами. А того, что ломаются двери. Я уже обещал, что не буду это слово назвать. Где ломаются двери. Ропот. Все не так. Церковь не та. Штат не тот. Страна не та. За президента вообще молчу. Ну все не то. Тебе нужно упасть на колени перед Богом, погаяться. твое сердце открыто кропотом. У тебя есть идолы в жизни. Так он и священник писает. А Иоанн предупреждает, что есть храните себя от идолов. То есть у вас есть мудрость от Господа. У вас есть разум от Господа. Храните ваше сердце, чтобы туда не закралось желание, какое-то мысль. Идолом может стать вещь, предмет, человек, действие, что угодно. Ты распялся на Христу. Ты похоронил себя с Иисусом. Твоя жизнь в нем закрыта. И ты уже не свой. Ты принадлежишь Богу. Он руководит твоим сердцем, твоей жизнью и направляет твои стопы. Так в твоей жизни или нет? Или просто, Господи, да будет воля Твоя, а решать буду я. Нет. Не будь лицемером в молитве, если да будет воля Твоя, то отдайся полностью волю Божию, скажи Господь. А если сегодня последний день жизни, на земле, туда будет аминь, воля Твоя. И последняя мысль, и мы будем идти к молитве. Сорок дней. Израиль поменял на сорок лет. И самое страшное, что из тех шестьсот тысяч мужчин, которые вышли из Египта, вот двадцати лет и выше в обитованную землю вошли лишь два человека, холели Иисусная. На первый взгляд были все разумные. Мамы все собирали, мясо кушали, роптали, недовольство высказывали Аароном, Моисеем, Мариамью. Одним словом, вели себя как бы правильно, а в обитованную землю вошли только двое. Сегодня нам с вами рассуждать, как идти в небо. Сегодня нам с вами рассуждать, как держаться Господа, как любить Бога, как продолжать свою жизнь строить, как свою семью его созидать. Вы решаете. Но, друзья, еще раз хочу сказать, храните себя, видуло. Храните сердца ваши, чтобы кто-то не стал между вами и Богом. Храните свое сердце и мысли, чтобы они не направились чуть-чуть в другую сторону, и Господь сбился с вашего бокса внимания. Это очень важно. Дьявол сегодня ходит, как рыка и щелево. Дьявол сегодня пытается в наши дома не просто унести планшеты, компьютера, а сделать так, чтобы мы не могли уже оторваться от некоторых вещей. И вот тут приходит то слово от Господа. Если к вас, пособлазняйте тебя, отсеки. Разбей, а ломай. Это Божий принцип. Ломать идолов, это делал муж Божий, Моисей, перед глазами народа. Это Божий принцип, он работает. А если идолы прячешь, чтобы папа и мама не видели, если идолы прячешь под простыню, под подушечку, чтобы жена не видела, муж не видел, то будет вонь в семье, черви заведутся. Да поможет Бог сегодня разбить идолов, которые есть в доме, которые есть в сознании, в сердце, может в отношениях, каждый знает свою жизнь, каждый знает, что ему мешает сегодня сосредоточиться на общении с Богом. Но храните свои сердца. Точно так, как мы храним свои тела. Храним тела, чтобы на них ничего не рисовать, не писать, не колоть, не цеплять. И в этом мы видим Божьи благодать и милость, потому что тела наших храм Духа, Божьего, живущего нас, и Господь уже расписал наше тело достаточно, как Ему было угодно, когда создал Адама Ев. Не надо Богу помогать, что-то дорисовывать, дописывать, удлинять, укорачивать, извините за жение, не надо. Не занимайся глупостями, и это может быть идолом твоей жизни. Храни свое сердце. И да поможет тебе Господь сегодня, когда мы будем молиться, в молитве сказать, господи, весь мир лежит возле, идолом на улице полно, и все они, порой даже за бесплатно, за три, хотят зайти в нашу жизнь, чтобы в них занять место, подвинуть оттуда Господа. Да не будет так, никогда, ни с кем, ни в каком доме, ни в какой семье. Идолом, еще раз повторяюсь, может быть что угодно, но ничто не достойно Бога. Никто не достойный Бога. Людей надо любить, прощать, понимать, но люди не первое место занимают им сердце. Работа, нужно работать, семью нужно кормить, заботиться о пропитании, аминь, это нужно, но все это не должно стоять на первом месте, иначе мы как язычники. И горе нам, если мы надеемся на Христа только в этой жизни. Да укрепит Господь ваше сердце в том, чтобы между мной и Богом, между тобой и Господом Спасителя не стал никакой Идол, который ты заносишь в свое сердце. Заносишь в свой дом, заносишь в свою машину, заносишь в свой карман, заносишь в свой кошелек. Я не знаю, Идол может быть разного размера, как большой, так и маленький, но он невидимый. Его не видят пастыря, его не видит церковь, его не видит мама, папа, ты его прячешь. Да храни тебя Господь, вырви его, разбей его, выкинь его во имя Иисуса, наступи на эту нечистую силу и скажи, Господь, в моем сердце идол никогда не должно быть, я хочу хранить свое сердце в мире и в благодати, и тогда ты исполнишь меня Духом Святым, и я буду иметь телесновение в молитве. Давайте сходим наши колени и помолимся. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok